как ребятки всем привет вот съездили с насти поменяли штатив на такой же сначала нам дали деньги потом мы все-таки прошлись по этому магазину поняли что лучше вариантов нет открыли коробку проверили чтоб не было как с тем бракованным что не шаталась вот эта главная штука короче не шатается все нормально ну да он был последний мы подумали что но лучше наверное за такую стоимость мы не найдем и решили все таки опять взять его в общем хорошо что все таки это решилась если случится что-то они даже не смотрят что с ним они сразу на чек смотрят и все эти просчитываются денежку дают спокойно сейчас включаюсь так вот ребята что еще хотели рассказать чтобы что было в этом магазине многие приносят коробки с чеками и ждут пока им вернут день я не знаю почему так почему так много брака конечно хорошо что там обменивают возвращают деньги но тем не менее вообще было очень много людей данность было очень много людей и все пытались тоже открыть коробочки показать на продакции сказали нет типа на вы покажите мне чеки все и также возвращали просто по чеках штатив это непонятно все равно короче что мы наблюдали в автобусе это просто ужас реально ужас когда ехали туда почему люди такие озлобленные реально это просто ну адекватности нет спокойно говорит нет и я до сих пор не понимаю что это было аня ты расскажешь сейчас начну да в общем зашли мы в автобус сели так ближе к водителю заходит девушка показывает водителю но мы так уже поняли что переводчик и в общем он говорит я говорю по-русски вы говорите по-русски она говорит договорю вообще наговорила на украинском кстати да я говорю но плохо у меня такая ситуация мне нужно доехать до вокзала купить проездной могу ли я типа поехать бесплатно до вокзала он такой чё бесплатно в чем вообще проблема типа чем проблема купить тут билет тут есть у нас ну типа на этой остановке но не на этой остановке надо пройтись но в общем он видимо знает что есть она говорит да я там была но там огромная очередь я не могу я не успеваю туда там стоять столько времени и я бы хотела купить на вокзале я еду сейчас на работу и и как бы не хотелось бы платить он говорит не смешно ли это три евро проблема дать с таким типом меня это убило просто после ну и короче она достает начинает доставать деньги и он говорит ладно проходим но не садись далеко типа если что что пойти мы так поняли контроль как-то назвал их зайдут я сказал не знают это вообще была такая картина мы сейчас конечно не можем передать эту энергетику ту мимику как он это все говорил но тем не менее реально наблюдать за этим было просто ужасно я ее в принципе понимаю мы тоже отстояли такую очередь ну вообще там до очередь была нереально огромна но это видимо связано с тем что были праздники и люди не успели купить хотели купить онлайн в приложении заходим там тоже на сайт перегружен типа может возникнуть ожидания долгую вот ну в общем просто сама суть в том что такое вот какое-то отношение но тип ты если не хочешь что она же она сказала в переводчике шоу я думаю он и так понял что у нас украины и не говори что ты типа по-русски говоришь если ты не хочешь скажи на немецком line давай тикет покупай кауфе на тикет все но реально вот это тысячу вопросов задать надо думал как все так сделать типа ну и не знаю это реально страшно и противно таких людей ну да вот какая-нибудь скажи напрямую все что ты выделываешься перед кем зачем вообще так делать я этого тоже не понимаю люди реально страны так реально в тот день сколько всего людей и все же хотят купить во первых необычный билет а хотят купить билет вот этот за 49 и все спешут его надо покупать заказывать как-то настой онлайн иногда нужен был обычный проездной я не знаю насчет этого на общем судне в этом ну просто надо было видеть как он это говорит это унизительно прям вообще я вновь и месте уже бы лучше дала бы эти три евро чем слушать вот это все такое на курсах мы сидим на задней парке ну не на самой последней на задней и на второй парке сидит парень которому тоже учительница часто придирается вот и с ним сидела девушка но она уехала в украину навсегда он сегодня заболел и короче посиди даже не сегодня он его давно не было на этой неделе его вообще не было вот посредине уроков урока этого просто с резко просто ханна анастасия типа монтах типа сесть на вторую парту если сергей будет кранг типа будет болеть а я такая сейчас что ли ну я просто не услышала что она до этого сказала а девочка горит типа то нет в понедельник ничего вообще просто резко очень резко так просто это выглядело очень смешно потому что это было вообще с ничего резко задание все в классе она что-то говорит типа блин молчали молчали она ни о чем не говорила и тут резко и что-то голову перемкнула так реально ну что-то видимо присутствует таки этого мальчика парня даже можно так сказать это постоянно что пытается постоянно о нем говорит уже второй или третий день ну кому надо само собой поговорить с ним переписывайся вечно и те люди которые ушли она опять говорила не пошел у них стресс расскажи типа прошел у них стресс там у них нет стресса поляки любят тут тоже есть такое по ходу о короче такие дела хотела видеть не дай бог человек реально люди разные есть реально вот этот мужчина как моя мама ему шестьдесят четыре года да и даже не то что мальчик перед тобой сидит что ты там можешь посмеяться вызывать его целенаправленно знаю там что он не сможет это ответить надо вызывать и посмеяться но это хороший подход преподавателя вот напишите как вы считаете кто-то там защищает ее все остальное есть адекватные люди понимают что это перебор ну просто вы там не были и вы не можете до конца понять эту всю ситуацию как это все выглядит со стороны находясь там ну более все удивляются типа что она чудит ну да и кстати с ней много кто в классе не здоровается и она после этого не прощаются даже не прощаются даже она это подметит она это просто досмотрит типа над этими потом типа этих людей вызывают как специально но даже это все заметил короче такая у нас да ладно ребята вставлю вам фрагмент как мы вчера ходили на прогулку будем пока прощаться да а пишет флаг уберите флаг мы убрать не будем когда захотим тогда уберем просто вы думаете мы одни такие нет вы же молоденькие включите голову надо убрать флаг боже мой короче не будем это сильно комментировать мы сказали мы его не убираем а там думайте что хотите так что все ребята всем хорошего настроения пишите комментарии ставьте лайки до новых встреч а то всем привет вот поужинали вышли на прогулку кто-то смеется кто-то делает правильно нас включила таймер посмотрим сколько сегодня пройдем все ребята мы уже пришлись как можете наблюдать уже потемнело мы могли бы ходить еще и еще но у нас уже 930 поэтому нам нужно идти писать немецкий еще сейчас дома позанимаемся может быть запишем видео с покажу сколько прошли вот ребята 3 километра 180 метров как-то так